С утра и до самого вечера эти женщины заняты тем, что плетут маскировочные сети. Время пролетает за разговорами и песнями военных лет. Сегодня они особенно актуальны и поднимают боевой дух волонтерам, которые помогают ковать победу. Сети мы отправляем, знаете, и смобилизованными. У нас батюшки ездят наши в город, считай, в зону СВО, с ними отправляем. Есть организация ЭТД, Совет Добровольца Донбасса, с ними отправляем. Сами билизовы, на контрактники сюда приходят, просят наши сети. С ними отправляем. И отправляем не только сети. Сейчас в данный момент сезон простуд. Мы сейчас собираем чеснок и в сети собираем чеснок, носочки. Собираются волонтеры на первом этаже бывшего дома быта. Сейчас движение насчитывает порядка 70 добровольцев. В основном это пенсионеры. Приходят по зову сердца. У кого-то на фронте сейчас находятся родные. На передовой сети очень востребованы. Они помогают нашим бойцам сохранить жизнь. Скрывают от вражеских глаз места дислокации солдат и вооружения. С каждым разом желающих помогать в плетении становится больше. Нужно еще одно помещение, а также финансы для закупки материалов. Мы хотим поблагодарить нашего предпринимателя, нашего города, Рафиса Минивалиевича, за предоставленное помещение этого здания. И хотим обратиться к другим предпринимателям нашего города за дополнительным помещением и за финансовая поддержка нашего движения. Присоединиться к волонтерам и внести свою лепту в помощи нашим бойцам может каждый. Позвоните по номеру, указанному на экране. Светлана Шумкова, Максим Липин, Новости НТР.